совместное производство арте france фильм дисси андромет осела ножи с эрэнэс и маж люди занимаются глубоководным дайвингом чуть более 70 лет при участии france телевизион но только в последние 10 лет они стали погружаться на глубину более 200 метров это очень краткие вылазки испытывающие на предел человеческий организм но при этом мало кто может находиться на глубине более 30 минут и они могут показаться вечностью потому что время декомпрессии при подъеме занимает почти пять часов авторы сценария лоран балеста и жиль кобели режиссер жиль кобели это сумеречный мир новое пространство для исследований в нем скрываются редкие и неизвестные виды самый знаменитый из них салакант сохранившийся с древних времен живой свидетель эволюционного разветвления состоявшегося 380 миллионов лет назад встреча с этим созданием возвращение в древность дайвинг с целлакантом музей естественной истории париж в течение столетия целлакант был страстью для исследователей и бичом для креационистов считалось что он вымер 65 миллионов лет назад с ним связано великое событие момент когда рыбы впервые покинули океан чтобы вдохнуть свежий воздух что привело спустя несколько миллионов лет к появлению человека это все равно что найти живого динозавра палеонтология говорит что 500 миллионов лет назад некоторые мягкотелые животные обзавелись позвоночником сильнее прочих они совершили великий эволюционный прыжок и начали осваивать новые пространства они сформировали отряд позвоночных который примерно 380 миллионов лет назад разделился на две ветви одни продолжали эволюционировать под водой и стали рыбами какими мы их сейчас знаем другие вышли на сушу и стали амфибиями рептилиями птицами и млекопитающими на этой эволюционной развилки и появился целакант целакан самое важное зоологическое открытие двадцатого века палеонтологи девятнадцатого века давно знали по анализу грудного и брюшного плавников окаменелых останков они определили что он являлся переходным видом между водными и наземными животными целаканта считали близким родственникам наземных позвоночных но поскольку они встречались только в виде окаменелостей считалось что они вымерли вместе с динозаврами и когда в 1938 году в южной африке целаканта вытащили на поверхность это стало громкой новостью об этом писали найдена наша прапра прабабушка рыба динозавр и так далее он пролежал формалине 50 лет но хорошо сохранился я его немного почистил в 1938 году целакан случайно попался в сеть южноафриканского рыбака открытие позволило палеонтологом реализовать давнюю мечту попытаться понять условия которые привели к тому что позвоночные стали выходить из воды особенно когда они обнаружили у него примитивные легкие в 1950 и научный мир охватила лихорадка целакантов находили все чаще можно было изучать их анатомию до малейших деталей исследования однозначно показали что современный целакан совсем не тот что когда-то начал выбираться на сушу предок этого продолжал вести водный образ жизни адаптировался к большим глубинам легкие регрессировали но ученые выяснили что они все-таки родственники и внешний вид за 380 миллионов лет не сильно изменился он словно застыл во времени первая очная встреча между целакантом и человеком состоялась в 2000 году но только в 2010 это редчайшее событие было сфотографировано и представлено миру стало ясно что теперь можно изучать целаканта в его естественной среде обитания на глубине около ста двадцати метров это удалось сделать лорану балесты подводному фотографу и биологу его фотографии равных которым нет и по сей день восхитили научное сообщество к этому собственно и стремился лоран качество изображений свидетельство нового опыта экстремального глубоководного дайвинга теперь можно проводить более серьезные исследования можно брать образцы днк у большого количества целакантов не нанося им вреда изучать загадочные лопастные плавники с помощью специальной высокоскоростной 3d видеокамеры и наконец ставить на них метки для изучения миграционных маршрутов на организацию этой научной экспедиции у лорана ушло три года первым оценил потенциал нового подхода палеонтолог гаэль клеман они разработали видеокамеру новой системы которые способны запечатлеть все движения плавников целаканта аппарат тяжелый громоздкий его надо спускать на глубину 120 метров и перемещать плавно чтобы не спугнуть рыбу все готово готово остались кое-какие мелочи но в принципе да она тяжелая не знаю как ты с ней справишься в воде все будет нормально может даже слишком легкая придется добавить груз и будет два монитора основной для этой камеры вспомогательный вон для той надо еще ручку сбоку придумать вот это хороша для стабилизации поля зрения но если животное двинется вправо влево мы его потеряем понял нужна боковая рукоятка чтобы двигать понял ладно потом приделаем наведение на фокус спареной камеры которую назвали жирафом за длинную шарнирную насадку требует длительной тренировки самое сложное будет поймать целаканта в перекрестие лазерных лучей это самая сложная часть оборудования поскольку цель миссии объемный анализ движений плавников которые являются прототипами наших рук и ног лоран балеста и его группа готовится к первому глубокому погружению с камерой жирафом и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Революцию в глубоководном дайвинге произвело изобретение новой автономной дыхательной системы. Система акваланга перерабатывает выдыхаемый воздух, что повышает ее самодостаточность. С каждым выдохом газовая смесь анализируется, углекислый газ вытесняется, и смесь обогащается кислородом. Всем этим занимается электроника под контролем человека. С таким оборудованием можно находиться на глубине 120 метров более 30 минут. В период декомпрессии 4,5 часа дополнительных баллонов не требуется. Границы все время расширяются. Нам на это ушло 10 лет совершенствования и постоянных тренировок. Все с одной целью – нырять глубже и дольше, чтобы проводить научные эксперименты, которые слишком сложны для роботов и батискафов. Это уникальное изображение. Но ученым хочется выяснить, как мигрируют салаканты. Гаэль Климан с коллегами решили ставить метки на спину животным. Но главное – не нанести вреда рыбе. Лорану придется воткнуть между чешуйками вот такой крючок, к которому прикреплен датчик, постоянно отслеживающий глубину, прозрачность и температуру воды. Датчик отцепится от крючка через 9 месяцев. Южно-африканские ученые на протяжении десятка лет занимаются поиском салаканта с помощью дистанционно управляемых роботов в каньонах Садбана. Питер Тим обнаружил, где скрывается салакант – редчайшая и самая интересная для научного мира рыба. Питер знает, что целокант более всего любит пещеры, сформировавшиеся более 20 тысяч лет назад, в те времена, когда уровень моря был на 120 метров ниже. Именно здесь, в 2000 году, Питер впервые встретился лицом к лицу с этим животным. Здесь только он может показать Лорану Болесте, где иногда прячется целокант. Смотрите, свет. Здесь немного светлее, значит, тут труба. Каньон, который они хотят обследовать, гигантский. Здесь сотни пещер, в которых могут прятаться целоканты. Лорану нужно найти их. Это значит очень верить, что такое возможно. В этом сумеречном мире Лоран обнаруживает рядкие виды, которые никогда не попадались на глаза натуралистам. Но главная цель поиска – целоканты. В разных частях света, у Каморских островов и в Индонезии, они обитают на глубине от 300 до 400 метров. На такой глубине можно использовать только роботов. Каньон Садвана у берегов Южной Африки – идеальная возможность. Целоканты обычно не поднимаются выше 120 метров. Ученые никогда не погружались глубже. Кажется, и те, и другие прилагают все усилия, чтобы встретиться. Задача этого проекта крайне амбициозной. По сути, почти нереальные. Гайр Клеман объяснил нам научную программу. Он сказал, трудно спуститься даже на 20 метров ради рыбы-клоуна. Нам нужен редкий вид на глубине 120 метров. Конечно, это очень трудно. Я говорю это вам не для того, чтобы как-то надавить, разумеется. Напротив, я хочу дать понять, что никто не обязан идти на погружение. Вполне достойно сказать, нет, сегодня мне что-то не хочется, парни. Гораздо достойнее, чем сказать, да как-нибудь, лишь бы не опозориться. Ну, может, не совсем так, но, надеюсь, мы, как минимум, все неизбежно волнуемся. Во всяком случае, в 2010-м этого было не избежать. Погружение должно было состояться. Хотелось бы сказать что-нибудь умное, философское, но в голову приходит одно. Как говорил тренер Манчестер Юнайтед, игрокам перед выходом на поле, просто наслаждайтесь игрой. ДИНАМИЧЕСКАЯ ХИПЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Сегодня первый день научного погружения. Пять дайверов готовятся провести под водой более 4 часов, из которых 30 минут на глубине более 100 метров. Для такой экспедиции требуется минимум две лодки, трое спасателей-дайверов и много запасных баллонов с дыхательной смесью. Питер Тим должен оценить скорость течения, которая меняется с каждым днем. За борт выбрасывается буй с датчиком GPS. Он будет дрейфовать ровно 5 минут. Сколько, Боб? 4 минуты. Питер высчитывает скорость течения на поверхности, чтобы точно определить место погружения. Буй проплыл 100 метров за 5 минут. Такое течение считается слабым. Мы будем нырять там, где очень глубоко. Оно само вынесет нас на более мелкое место. Это примерно вон там. В данный момент нельзя точно сказать, где именно, но надо пройти немного подальше. Течение вынесет нас в нужном направлении, на мелководье. Готовы? Раз, два, три. Пошли! Пять дайверов немедленно начинают погружение, чтобы их не снесло поверхностным течением, которое обычно сильнее, чем на глубине. Спускаться нужно быстро. За 2 минуты на 100 метров. Давление воды быстро увеличивается, давит на барабанные перепонки. Эти дайверы умеют выравнивать ушное давление, не зажимая нос. Это позволяет им быстро продолжать спуск. Постепенно дыхательная смесь обогащается гелием, чтобы не наступило азотное опьянение. Спустятся ли они в нужное место? Или придется искать? Пространство огромное, целокантов мало. Каждая минута на счету. Начинается поиск. Дайверы спускаются со спаренной камерой, жирафом, чтобы запечатлеть целокантов в движении. Задача двух камер с высоким разрешением помочь в изучении очень сложной манеры плавания целоканта. Нужно обследовать мельчайшие углубления. Некоторым из дайверов приходится погружаться до 135 метров. Чем глубже погружаешься, тем больше кровь насыщается дыхательной смесью. Поэтому при подъеме требуются длительные остановки для декомпрессии. Дайверы об этом помнят, поэтому лишние метры — это всегда тревожно. Жираф располагается неподалеку, а Лоран продолжает поиски на глубине от 120 до 135 метров. И усилия оказываются не напрасны. Субтитры создавал DimaTorzok Камера «Жираф» фиксирует движение целоканта под двумя углами, на высокой скорости и в трех измерениях. Оператору помогают два лазерных луча. Съемка производится только, когда оба луча сходятся на теле рыбы. И длится она недолго. При скорости 500 кадров в секунду каждый эпизод снимается лишь 4 секунды. Продолжение следует... КОНЕЦ У Целаканта очень необычная манера плавания. Прежде всего, потому что большинство его плавников лопастные, то есть они крепятся к суставным ямкам, покрытым чешуей. Если препарировать эти ямки, внутри видны кости, похожие на начало лап сухопутных позвоночных, ну и рук, соответственно. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Дайверы под водой уже 20 минут, но с Целакантом лишь 12. Время летит. Они знают, что 6 дополнительных минут на глубине 100 метров обойдутся им в лишний час декомпрессии. Сегодня отбой дает Селакант и исчезает во мраке. Дайверы начинают подъем и немедленно сообщают об этом. Это бой Тибальта. Все в порядке, можно не волноваться. 23 минуты. 23 минуты. Значит, что-то нашли. Через несколько часов узнаем. Мы довольны. Все буи всплыли, тревожных сигналов нет. Теперь остается поглядывать время от времени. Через 30 минут после появления сигналов Санри спускается на глубину 40 метров, где происходит первый этап декомпрессии, чтобы узнать о состоянии дайверов и проверить время. Все хорошо. Пять буев, пять дайверов там внизу. Все в порядке. Скоро дождемся таблички, узнаем, нашли ли они Селаканта и удалось ли заснять его. Остается лишь ждать. Конечно. А что еще? Санри поднимается. Эта маленькая пластинка – единственная связь между дайверами и учеными, ждущими на борту. Судя по улыбкам, хорошие новости. Большая, очень большая. Он написал «очень большая». Точно. Максимальная глубина – 114. Но не гигантская. Наверное, они все время провели с ней рядом. Она ушла на песчаный отмель. Для них это самый лучший вариант. Шикарно. Здорово было увидеть. Я так и планировал. Надо оказаться перед гротом. Теперь понятно, на какой глубине лучше всего их можно разглядеть и находиться метрах в пяти в стороне. Я приблизился, восстановил баланс, фонари не включал. Хотел привыкнуть к темноте. Потом включил, и два глаза светятся в темноте. У-ху-ху-ху-ху-ху! Как? Отлично. Кадры хорошие. Отличные. Прекрасные. Правда? Животное хорошо видно. Видны его движения. В другой серии видны движения того же плавника. Прекрасно. Похоже. Как веслами гребет. Точно весла. И все внимание на два грудных и два хвостовых плавника. Предполагается, это лапы. Предшественники наших ног. Никто еще не видел. Два других плавника тоже лопастные. Да, и судя по тому, что мы видим, по всем кадрам, которые сделал Еник, они самые активные. Самые активные и самые гибкие. Самые подвижные. Поворачиваются, как кисти рук, во все стороны. Для стационарного анализа идеально. Дальше хорошо бы получить вид сбоку. Мы это делаем. Да, но это не идеальный мир в таких условиях. Особенно на глубине 120 метров. Все хорошо. Завтра продолжим. Танец Целлаканта. Дни идут, погружения продолжаются. Все идет нормально, обстановка рабочая, сосредоточенная, с акцентом на безопасность. А вглупе Лорана Балесты пока без происшествий. Научная программа усложняется. Группа, наконец, получает разрешение от национального парка Исимангалиса поставить метку на Целлаканта. Это самое неприятное для животного. Но этого не избежать. Это называется меченьем. В любом случае, наконечник останется в верхнем жировом слое, под чешуей. Вот эта часть войдет в тело животного. А эта будет болтаться. Метка, надолго она? По плану, на 9 месяцев. 9 месяцев. Потом процесс электролиза, и она отвалится. Да, рассосется. Через 9 месяцев, полночь, метка всплывет на поверхность. И отправит все данные. Результаты, полученные через спутник, нам дадут много. Сложность в том, чтобы найти метку. В ней все данные. Ежедневные показатели, температура, освещенность, давление. Мы наберем людей, но найти ее очень трудно. На ней есть какие-то сведения? Да. Если ее выбросят на берег. Есть номер телефона, адрес электронной почты компании, которая изготовила метку. Мы укажем вознаграждение. Ну и есть GPS-передатчик. Мы просто погуляем по пляжу. Он не очень точный, но Питер говорит, что как только передатчик стабилизируется на берегу, если это будет недалеко, он отправится туда со своими ребятами, попробует найти. Хорошо бы. Конечно. Ну, приступим. Хорошо, я готов. Пошли. Это погружение прошло не так гладко, как обычно. Ничего серьезного, но на такой глубине простое недопонимание может испортить весь план. Целлакант оказался вне пещеры, но расположился неудачно, и дайверы не смогли завершить все научные эксперименты. Надо было взять образец ДНК, надо было посмотреть, клюнет ли рыба на приманку, которую мы ей предложили, и надо было использовать жираф. То есть очень много дел, слишком много заданий. Слишком много суеты под водой. Не могли решить, то ли выполнять задания ученых, то ли заняться съемкой. Слишком много дел. Не знаешь, за что хвататься. В результате мы растерялись. Мы неудачно использовали минуты, которые провели на дне. В итоге пришлось делать много остановок для декомпрессии, а результатов немного. Ни в плане научных экспериментов, ни в плане съемок. Ученым очень трудно. У нас очень мало времени. Мы хотим получить результаты, поэтому спрашиваем, вы можете это сделать? Да. А это да. Дайверы готовы на все. Они говорят да, хотя могли бы порой и сказать нет. Они говорят да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...